Всем доброго времени суток, друзья! Данный расклад для Дарьи. Получилось так, что вы поссорились с задуманным человеком. И на сегодняшний день общение между вами действительно стало более сдержанным. И, конечно, интенсивность этого общения, она, конечно, уменьшилась. И вот сейчас вам интересно, как относится человек к той ситуации, в которую вы попали. Как относится к вам на сегодняшний день. И жалеет ли он о том, что так случилось. И хочет ли он примирения в целом в этой ситуации. Все эти и другие вопросы мы, конечно, рассмотрим наиболее подробно. И первое, с чего мы начнем, это как человек относится к ссоре в целом. И что он думает о вас именно в плане того, что вы поссорились. То есть не о вас, как о человеке, а именно о вашем поведении в течение ссоры. Что он чувствует? Если говорить о ссоре тоже. И каковы его намерения сейчас. Следующий вопрос, это жалеет ли он, что так получилось между вами. Что создалась такая ситуация. Хочет ли он примирения на сегодняшний день. Но опять же мы будем смотреть, что он готов делать для этого примирения. Или он не хочет ничего делать. Чего он ждет от вас. Может быть он ждет, что вы проявите инициативу и помиритесь первое. Или поговорите более откровенно о том, что случилось. Его отношения к вам сейчас. Это именно уже не в разрезе ссоры, а именно как к человеку, как к девушке. Чего не будет в ближайший месяц между вами. И как могут сложиться отношения все-таки в обозначенный период времени. Но месяц полтора мы загадаем. Больше пока что смысла загадывать нет. Потому что ситуация острая. И мы должны посмотреть, как она разрешится. Если уж она не разрешится за эти месяц полтора. То тогда в начале июля можно будет что-то просматривать заново. Например, если по этому же вопросу. И бонусом от меня совет карт для вас. То есть что вам делать наиболее благоприятно в той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Первое, что мы смотрим, это мысли человека именно о ссоре. Ну вы знаете, вообще ложится достаточно благоприятная карта. Которая говорит о том, что человек, несмотря на ссору, считает, что вы не перестали быть ему другом. И считает, что на сегодняшний день вы можете быть открыты к нормальному душевному разговору. Но при этом он считает, что вас что-то внутреннее останавливает. То есть в принципе он сейчас тоже иногда задумывается о том, чтобы поговорить. Чтобы как-то разрешить эту ситуацию. Но проблема в том, что он считает вас слишком гордой для того, чтобы вы шли сейчас ему навстречу. Но и сам тоже из-за гордыни именно, из-за боязни, что вы отвергнете его предложение поговорить, например, по душам. Он тоже не идет на сближение. То есть вот такие вот, понимаете, не то чтобы журава или цапля. Но получается ситуация, когда у вас своя причина, у него своя причина не идти на примирение. Но в целом ваши причины и ту и другую можно обозначить как чувство собственного достоинства и сохранение своего лица в данной ситуации. Потому что каждый из вас может считать, что если он пойдет навстречу, то это каким-то образом ущемит его и сделает более слабым в глазах окружающих людей. Следующий вопрос, что он чувствует? Ну вот здесь ложится очень откровенная карта, которая говорит о том, что человек элементарно чувствует страх. Он боится с вами мириться, потому что, ну почему это может быть? Потому что человек боится, что вы ему откажете в примирении. И он считает, он боится, что вы можете его обмануть. И он боится того, что может быть, если когда-то вот то, из-за чего состоялась ссора, значит, ее причина заключалась в неправде, в лжи или каком-то нечестном отношении. В общем, в любом случае мог присутствовать какой-либо обман в этой ситуации. То он боится, что вы припомните вот тот самый обман и припомните ту самую некрасивую с его стороны ситуацию. То есть он боится об этом слушать заново, он не хочет об этом слушать. И поэтому он будет пока что всячески избегать разговоров и, скорее всего, именно проявлять инициативы именно по причине мандража внутреннего он не будет. Я имею в виду инициатива к примирению. Каковы его намерения? Ну, он хотел бы, тем не менее, менять ситуацию. И менять ситуацию достаточно кардинально, достаточно серьезно. Давайте посмотрим, в чем именно он хотел бы ситуацию менять. В какую сторону? Он хотел бы помириться. То есть у него явная потребность в примирении. И он хочет помириться. И, возможно, он вам по WhatsApp или в соцсетях пришлет какую-то милую картинку. Или в любом случае поделится с вами какой-то информацией, которая должна будет стать вот тем вот толчком к примирению с вашей стороны тоже. И мы видим, что он сейчас действительно, ну, он либо напрямую может действительно, практически он уже созрел для этого, пойти на какое-то большее сближение и попытаться помириться, попытаться более мягко поговорить. Либо он может, ну, не то чтобы подослать, но действовать через третьих лиц. То есть если есть девушка водяного знака, такая, знаете, девочка-девочка, кокетливая достаточно, такая вот девушка, знаете, похожая на кошечку такую вот ласковую по характеру, по своему, он может попросить ее, может быть, это ваша подруга какая-то, например, то есть через нее как-то действовать. Или он может давить на ваши чувства какими-то милыми сообщениями или картинками, или отмечанием, допустим, классами каких-то вот таких душесчипательных историй, после чего он будет считать, что это будет уже определенным шагом к примирению. Но в целом мы видим, что человек желает мириться, он хочет мириться, и единственное, что его останавливает от шага к примирению, это его страх. Он просто боится, он боится, что вы займете такую вот горделивую, скажем, позицию и будете его отвергать в данном смысле, что вы не захотите мириться, этого он и боится. Жалеет ли он, что так получилось между вами? Ну, вы знаете, жалеет или нет, мы сейчас попробуем выложить дополнительные карты, потому что в целом данный аркан, который ложится у нас здесь и сейчас, говорит о том, что он скорее переоценивает ту ситуацию, которая была, и считает, что в принципе он напоролся на ваше проявление силы, получая по заслугам. То есть он сейчас считает, что вы достаточно резко себя повели, вы повели парадоксально себя, он не ожидал, что вы так можете проявиться. Но, тем не менее, сейчас он, глядя уже на то, что произошло между вами, считает, что в принципе вы были правы. И в принципе он получил вот эту агрессию, заслуживая ее. То есть у него не то чтобы сожаление, но именно переоценка ситуации. То есть он на нее сейчас просто смотрит немножечко с другой позиции, немножечко с другого ракурса. Хочет ли человек примирение? Вы знаете, он хочет примирения, и он испытывал бы приятные чувства, но ему хотелось бы, чтобы вы сделали шаги к примирению первой. Он хочет, чтобы вы шли на компромисс с ним и поступились какими-то своими, возможно, даже интересами. Причем здесь почему-то всплывает, помимо всего прочего, уже не в первый раз финансовая тема. Я не знаю, затрагивала ли ваша ссора финансовый аспект какой-то, или какую-то денежную сумму, или трату каких-то ресурсов. Но в любом случае это может быть, например, утраченная вещь какая-то, которую вы можете возместить, или что-то еще. Но в любом случае мы видим, что человек желает примирения, но он хочет, чтобы вы пошли первое на это примирение, потому что он боится, и он хочет, чтобы вы шли на компромисс, и потому что если даже он предложит вам помириться, но вы не пойдете навстречу сразу, это может вылиться в повторный конфликт, из-за того, что вы оба можете замкнуться в себе. Чего ждет от вас в создавшейся ситуации? Ну вот то, что мы видим, человек боится, и он ждет, что вы займете защитную позицию, он ждет, что вы можете достаточно жестко ему отвечать, и, соответственно, поэтому он и не спешит. Но опять почему-то ложится такая вот финансовая карта, хотя, ну вы знаете, с одной стороны короля Пентакли можно, конечно, расценивать как человека, то есть какого-то человека старше, мужчину спокойного, состоятельного и состоявшегося, но, может быть, он ждет ваших действий через него, но в аспекте того, какие карты ложатся следом, мы все-таки говорим о том, что он считает, что вы будете защищать все то, что касается ваших интересов, в том числе и в финансовом аспекте. То есть он боится агрессии с вашей стороны. Его отношение к вам сейчас, но это именно уже к человеку. Он в режиме ждум находится просто. Он сейчас даже не знает, что о вас думать, потому что он считает, что вы обиделись, и он будет, знаете, вот кто кого пересидит. Он будет смотреть, когда же вас отпустит, когда у вас закончатся переживания. Кстати, сам он тоже переживает по данному поводу. И, вы знаете, здесь все-таки видно, что он понимает разумом, что действительно поступил некрасиво, что были движения неправильные с его стороны, и что он поступил, ну, мало сказать, некрасиво, может быть, где-то даже непорядочно. И сейчас вот то, что происходит, он тоже считает, что вы никак не можете пережить вот этот период, вы никак не можете пережить свою обиду, которая в вас взыграла. Но также и он в ответ, конечно, пытается обижаться и еще заставляет себя, скажем так, обижаться. Хотя, в принципе, к примирению он готов. Хотя визуально может показывать абсолютно иные вещи. Чего не будет в ближайший месяц между вами. Ну, вы знаете, такого категоричного улучшения обстоятельств, скорее всего, ожидать не стоит. И случайного какого-то примирения тоже ждать не стоит. Потому что в данном случае вам нужно взвешенно подходить к ситуации и стараться понять, нужно ли вам это примирение, или вы готовы еще походить, подуться. Каким образом могут сложиться между вами отношения? Вы знаете, может быть эмоциональный всплеск, может быть опять, ну, немножечко с привиранием отношения друг к другу. То есть где-то вы о чем-то можете умолчать, где-то человек может умолчать о чем-то, но в конечном итоге через какой-то эмоциональный всплеск может состояться сближение между вами. Это нельзя назвать полнейшим примирением, но это можно назвать той ситуацией, когда вы можете вполне вляпаться в ситуацию выбора и ситуацию, которая может быть сродни любовному треугольнику, который будет происходить в стенах учебного учреждения. То есть, по всей видимости, ваша соперница, она учится там же. И здесь вот эти моменты достаточно явно проявляются. Либо вы встанете действительно перед выбором, когда вам нужно будет принимать решение сердцем, а не головой. То есть, если вы головой понимаете, что вам нужно держать марку, что вы должны дальше как-то показывать себя сильной, то тогда вы, конечно, можете сделать неправильный выбор. И тут нужно чувствовать сердцем. Давайте посмотрим совет карт. Совет карт говорит о том, что прежде чем что-то делать, реально оцените, насколько справедливы ваши подколы и ваша обида, и насколько серьезно вы готовы и дальше обижаться. То есть, сперва вы оцените головой то, что происходит, затем уже слушайте сердце. То есть, после того, как вы все обдумываете, вам можно принимать решение, которое подскажет вам именно ваша интуиция, и ваше сердце, и ваши чувства. Но сейчас карты говорят о том, что вам нужно заканчивать именно какие-то манипуляции самой с собой, с какой-то игрой в чувства или своими чувствами, и сесть, просто четко определиться того, чего вы хотите в отношениях с этим человеком. В принципе, если есть шанс запарить и запудрить ему мозги, вы можете этим шансом воспользоваться, потому что карты говорят о том, что вы можете ему в целях вашей же безопасности надеть определенные такие розовые очки, за которыми он может не заметить вашей, скажем так, способности разрушительного характера. А она у вас есть, несмотря на вашу милую достаточно внешность, на то, что вы симпатичная, на то, что вы красивая девушка. И у вас внутри гораздо больше силы, чем люди могут предположить, видя вас снаружи, скажем так. Поэтому определитесь. Есть определенные моменты, которые говорят о том, что вы еще не готовы идти на примирение. Если вам необходимо, если вы должны еще пережить, вы имеете право еще подуться. Некоторое время, как минимум, в ближайший месяц. Это все, скажем так, в вашей власти, в ваших руках. Ну, а затем действуйте, как велит вам сердце. Но человек, в принципе, уже готов к примирению. Просто он боится, что вы не пережили еще все то, что случилось. И что вы действительно отвергнете любые шаги с его стороны и навстречу не пойдете. Ну, а я желаю вам благополучного разрешения данной ситуации и удачи. Для тех, кто хочет заказать для себя подобный расклад или на другую какую-то тему, вы можете писать мне в личку все мои контакты в текстовом описании данного видео. Всем удачи, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok